Это кто? Большая часть мусульман. Мы не ценим этот путь. Любой человек приведет к нам группы ученых по преемственности с того времени по сей день. Хоть кто-либо. В одном из хадисов бассанник Аллаха говорит И в хадисе говорится, что Аллах отправляет на голове столетия, то есть на рубеже столетий, того человека или же тех людей, которые обновляют веру. Хадис достоверный, и насчет достоверности этого хадиса нет в разногласии среди ученых. Повторю еще раз хадис. Всевышний Аллах отправляет на рубеже столетий алима, которые или одного алима, или нескольких алимов, которые обновляют веру. И теперь давайте проанализируем этот хадис вместе. Получается, посланник Аллаха говорит, алейси салям, что Всевышний отправляет алима. Во-первых, это не может быть родовой алим, как приводится, например, в муфассире этого хадиса. Те ученые, которые толкуют этот хадис, они говорят, значит, это необычный алим. Не алим среднего звеня, не алим сельского масштаба. Нет. Человек, на которого указывает весь мир из-за его авторитета в знаниях. Человек должен быть знающим, сведущим, авторитетным. И здесь, когда говорится «обновляют веру», что означает «обновляют веру»? То есть в течение ста лет возникает немало вопросов, касающихся веры. Вопросов, которые касаются новых каких-либо решений. Какие-то бывают еще определенные нововведения, которые появляются в столетии. И этот алим, он что делает? Он отвечает на эти сложные вопросы. Он, вот эти бидра, которые возникли, он дает этим бидрам определение, этим нововведениям определения. И те заблуждения, которые проявились, он и показывает, что эти заблуждения являются заблуждениями. И теперь, насчет этого хадиса, есть имеется в виду много, кто из ученых этот хадис приводит. В частности, есть одна история, которая приводит Мару Рузи. Это один из учеников имама Ахмаду б. Нухамбала. И Мару Рузи говорит, мне говорит, Ахмаду б. Нухамбал сказал, когда возникает какой-либо вопрос. И на этот вопрос я не нахожу ничего в Куране и хадисе, я смотрю на то, что сказал имаму Шафии. Говорит имам Ахмаду б. Нухамбал. Почему? Потому что, говорит, этот человек, про него, говорит, есть два хадиса. Постаника Аллаха, алейси саляту ассалям. Первый хадис, он говорит, Алиму Курайшин, ямляу ла арба ла арба ла, ученый из Курайшитов наполнит землю своими знаниями. Это один хадис. И второй хадис приводит Ахмаду б. Нухамбал. Он говорит, инна Аллаха яб'афу лихадихи л-уммати аля рааси кули ми-атисанати ма юджадиду лихадинха. Тот хадис, который мы приводили в начале. То есть Всевышний посылает в каждом столетии ученого, который обновляет методу веру. Теперь, он говорит, в первом столетии, говорит, таким человеком, этим муджадидом, обновителем веры, был Умар б. Абдул-Азиз. Во втором столетии, таким человеком был имам Шафии. Почему в первом столетии обновителем веры назвали Умар б. Абдул-Азиза? Ну, это, конечно, большая тема и большой этап в истории. Во-первых, вот те разногласия, которые были, определенные разногласия, которые были во время сподвижников, то негативные моменты, которые оставались еще тогда, они закончились во время Умара б. Абдул-Азиза. Некоторые науки, например, составление науки хадиса, то есть это составление книг по хадисам. Книг по хадисам до времени Умара б. Абдул-Азиза не было. Но по его велению, по его наставлению, начали составлять книги по хадисам. И в его эпоху полностью была справедливость в всем мире, то есть в том промежутке, где он правил. Это он правил два года, пять месяцев и пять дней. И за этот период времени на всей территории халифата не нашли ни одного, не находили людей, для того, которым можно было бы отдать закат. Не находили бедных, ни мискин, ни факиров. И то есть этот человек обновил веру. Во втором столетии мы сказали, имам Ахмаду б. Нахамбал и остальные ученые указывают на имама Шафии. Почему указывают на имама Шафии? Потому что были наиболее сложные этапы развития мусульманского законодательства, мусульманского фикха. И было две школы, например, школа имама Абу Ханифы и школа имама Малика. И подход, и метод этих школ был абсолютно разным. Метод имама Абу Ханифы был метод каким? Методом его назвали мазхабу раи, то есть мазхаб, где все доказательства приводились логические. Мазхаб имама Малика назвали мазхабу хадис, то есть все доказательства приводились из хадисов. Все время бывали споры. Этот приводил хадис, а он на хадис отвечал логическим доводом. И теперь получалось, что там, как перевесить? То есть получалось, люди спорили в разных плоскостях, в разных направлениях. И считалось, что эти две школы, школа имеется в виду логического доказательства, и школа хадиса, они непримиримы. И первый человек, который объединил эти обе школы и положил мост между ними, был имам Шафии. И первым человеком, который основал такую науку, как Усулюль-Фикх, был имам Шафии. И были еще другие заслуги у имама Шафии. И поэтому, и по другим причинам, то есть вторым муджадидом, обновителем столетия, ученые назвали кого? Назвали имама Шафии. И теперь пойдем дальше. Мы сказали, в хадисе посланник Аллах говорит, отправить человека, который обновит им, их веру. Так же? То есть веру в ислам. Теперь этот ученый должен быть, который касается науки веры. То есть чья польза, которая доходит до всех людей. Почему я так говорю? На это делаю акцент. Потому что, например, когда этот ученый, среди ученых, вначале были разногласия. То есть кто, кого, из какого направления науки, из какого направления науки должен быть алим, который обновляет веру. Некоторые считали, что это фа-кихи. Некоторые считали, что это люди из науки, вероучения и так далее, и так далее. Но если человек будет фа-кихом, если человек законовед будет фа-кихом, так же, то есть обновителем веры будет законовед какого-либо мазхаба. Условно говоря, мазхаба малекитского. Так же? Будет обновитель веры, который относится к малекитскому мазхабу. Его польза будет касаться меня, шафиита? Нет. Хамбалита? Нет. Ханафита? Нет. Поэтому обновитель веры должен быть тем человеком, от которого польза получает вся ума. Поэтому после второго столетия, после составления мазхаба, эти люди уже, после того, как каждая наука уже определилась, после этого большая часть ученых считает, что обновителями веры бывают ученые, которые касаются науки вероучения. И поэтому в третьем столетии имамам, то есть муджадидам, человекам, обновителям столетия, ученые указали имама Ашари. Имам Ашари тоже человек, известная личность, есть очень много про него сказано. В четвертом столетии ученые оказали, что обновителем веры был имам Бак-Ил-Лани. Там тоже, например, некоторые проводят имама из Фирайни и Су'люки. Но чем имам из Фирайни и Су'люки? Хотя у имама из Фирайни тоже были книги по Ак-Или. Хотя он тоже опровергал определенные заблуждения, которые были на тот момент. И имам из Су'люки тоже были такие книги. И большая часть ученых склонилась к мнению, что обновителем веры в четвертом столетии являлся имам Бак-Ил-Лани. Почему? Потому что имама из Фирайни и Су'люки знали люди его окружности, то есть его этого континента, скажем так. Не знали на весь мир. Так, как знали имама Бак-Ил-Лани. Поэтому авторитет Бак-Ил-Лани, его знание, его, имеется ввиду, обновление веры коснулось всех. Поэтому ученые сказали, обновителем веры в четвертом столетии был имам Бак-Ил-Лани. В пятом столетии все ученые в один голос говорят, что обновителем веры в пятом столетии был кто? В пятом столетии был имам, которого называют имам Газали, Абу-Хамид Аль-Газали. Он всем вам известен. В шестом столетии имам Муджадидом, обновителем веры, является Фахрудин Аль-Рази. Там тоже есть другие версии, что это может быть имам Аль-Рази и так далее, и так далее. Но никто не достиг степени имама Фахрудин Аль-Рази. В шестом столетии был имам Фахрудин Аль-Рази. В седьмом столетии был Ибн-Удак-Ил-Али-Ид. В восьмом столетии был, имеется ввиду, Аскалани или Сираджу Дин Булг-Ини. Некоторые говорят, что они оба были обновителем этого столетия. В девятом столетии был Джалал Дин Суют-И. И некоторые говорят, что Закария Аль-Амсари. Но большая часть ученых склоняется, что это был этот Джалал Дин Суют, и потому что его знания коснулись всей умы, не только определенного мазхаба. В десятом столетии, то есть на рубеже двухтысячелетий, имамом Муджаддидом, обновителем веры, был человек, который называют имаму Раббани, Ахмад Аль-Фаруq Ассарханди. В одиннадцатом столетии Валию Аллахи Дихлави. В двенадцатом столетии тот алим, который Муджаддид, который написал шарх, толкование на книгу Ихья, Итхафу Саддателем Муджаддин, Муртаза Аз-Забиди. В тринадцатом столетии имаму Каусари. Теперь вернемся к началу. Заново. То есть посланник Аллаха Аль-Ассалям сказал, что Всевышний отправляет в каждом столетии ученого, который обновляет веру. Обновляет веру. Также. И ученые сказали, что этот человек должен быть, который, чей авторитет в знаниях признает весь мир. Не человек там какого-то месточкового уровня. Человек, чьи знания и чья польза коснулась всего мира. И теперь мы упомянули всех ученых, которые были в первом столетии. Умар Ибн Абдул-Азиз, вторым имаму Шафии, третьим имам Аш-Ариев, четвертом Бақ-Иллани, пятым имаму Лағазали, шестом Фахру Дин Иррази, седьмым у нас был Ибн Дакық Аль-Ид, восьмым Сираджу Дин Бул'к-Ини и Ас-Калани, девятым Джалал Дин Суют, десятом Ахмаду Фаруку Сарханди, имаму Раббани, один из Самуалий Аллахи Дихлави, двенадцатым Мурталас Забиди, тринадцатым имаму Кауфари и так далее. Теперь эти люди, которых, мы целью, мусульманская умла, ученые называют муджаддидами, обновителями веры. Теперь я хочу вместе с этим задать вам несколько вопросов. Во-первых, какое вероучение, какие убеждения были у этих всех имамов? Было ли так, что у этих имамов вероучение одного и этого муджаддида противоречило вероучению другого? Нет, ни одного такого случая не было. Второй вопрос. Какое было вероучение у этих людей? Вероучение этих людей, мои уважаемые, любимые братья, было именно то вероучение, которое к нам досталось от наших дедов. Понятно же? В этом, вот все четырнадцать, тринадцать ученых, пятнадцать ученых, которые я рассказал, пусть любой человек опровергнет наши слова. Из этих ученых, покажите, где наши ученые, которые есть здесь, их вероучение отличается от вероучения этих ученых, муджаддидов, которых мы упомянули. Нет ни одного случая. Другой хадис, посланник Аллаху, алейсаляму, говорит, то есть, одна группа из моих ученых будет, не переставая, будет на истинном пути. И те люди, которые будут противоречить им, они им не повредят. То есть, говорится, что будет одна группа из ученых, одна группа из ученых, которые будут на истинном пути. Группа. Не один человек, как муджаддиды. Группа ученых. Преемственность по группе. Также, мы сказали, например, когда мы сказали имама Абул Хасана Ашари, у этого имама есть преемственность в группах ученых? Да, есть. Например, у имама Абул Хасана Ашари есть ученики. Если вам в мецеду ваше время, я сам могу перечислить их. Например, первое поколение, это Абу Сахал Ас-Су'люки, Абу Исаак Исфирайни, Абу Бакр Аль-Кафал, Эбу Зайд Аль-Марузи, Абу Абду Аллахи Хафив, Зайд Аймад Ас-Сархаси, Абу Бакр Енила, Абул Бакр Енила, Шах Абу-Мухаммад Аль-Табари Аль-Ирак, Абдул-Хасан Абдул-Азиз бену Мухаммад бену Исаак Аль-Табари Аль-Маруф бид-Дамал, Абу-Джа'фар Ас-Салами Аль-Накаш, Абу-Абдул-Вахмад Аль-Исбахани Аль-Шафи'и, Абу-Мухаммад Аль-Кулаши Зухри, Абу-Мансур Аль-Хамшад, Абдул-Хусейн бену Самуну Аль-Ваиз, Абу-Абдул-Рахман Аль-Шарут Аль-Джурджани и другие. Теперь этих людей можно назвать группой ученых? Да, можно. В каждом поколении есть ученые, которых можно назвать группой. Так же? Теперь у меня вопрос. Пусть кто-либо, кроме традиционного ислама, любой человек приведет к нам группы ученых по преемственности с того времени, по сей день, хоть кто-либо, хоть кто-либо, пусть приведет. И здесь самое главное, чтобы их вероучение не противоречило. Чтобы вероучение первого не противоречило с вероучением со вторым, второго с третьим, третьего с четвертым и так далее. Почему я так говорю? Некоторые говорят, например, есть слова, где говорится, что если человек старательный, старался, не проявил халатность, не последовал за своими страстями, был искренен, вынес решение, если даже он ошибся, он получит за это вознаграждение. Если он окажется право, он получит два вознаграждения. Есть так? Так, есть, конечно. Но это касается каких вопросов? Касается вопросов вероучения? Нет, не касается. Каких вопросов касается? Касается других вопросов, которые касаются халала и харама. И если вы посмотрите на вероучение тех людей, которые я вам сказал, с того времени, вы найдете, что есть разногласия в десяти вопросах второстепенных, которые те вопросы, которые были разногласия среди сподвижников. И все. Мы говорим, опять-таки, есть хадис посланника Аллаха, что будет одна группа с того времени, со времени пророка Мухаммада по сей день, с непрерывной цепочкой, с непрерывной цепочкой от посланника Аллаха, который будет на истинном пути. Мы говорим, есть наш традиционный ислам. Также, кроме нашего традиционного ислама, вы не найдете ни у одного течения ученых по всем наукам. У нас есть ученые по тавсиру, по методу хадису, по фикху и по фикху. Имеется в виду, по этой истории, по науке силы пророка Мухаммада, по науке логат и так далее. Среди этих великих полководцев, которые были среди мусульман, все эти люди, о которых мы говорим, имеется в виду, они были определенных убеждений. Тех убеждений, которые у нас здесь называют традиционным исламом. Не важно, как называют. Тот ислам, те убеждения, которые призывают наши имамы и наш муфтият. Поймите вы, это одно. Некоторые люди, потому что мы находимся на этом пути, мы не ценим этот путь. Не ценим, не знаем этот путь. Некоторые, есть грубые примеры, приводить не буду. Имеется в виду, из-за того, что мы в свой путь не знаем, нам начинают нравиться те, что есть у других. Не нужно это делать. И те имена ученых, которые я вам привел, там нет ни одного ученого среднего, маленького звена. Понимаете? Вот эти имена ученых. А если любой человек придет, я дам этот листок. Пусть каждый, любой человек, пусть, имеется в виду, посмотрит, или на записи, если будет, пусть вобьет, посмотрит истории, убеждений каждого из этих алюмов. Какого звена был человек. Это не маленькие были люди. И еще один момент. Мы когда говорим, ахлю сунна валь-джамаа. Как же? Ахлю сунна валь-джамаа. Когда мы говорим, ахлю сунна валь-джамаа, есть ли определение, которое дали этому ахлю сунна валь-джамаа, те ученые, которые были до нас? Да, есть. Согласно тем определениям, которые дали те ученые, которые были до нас, первое, например, первое мнение, что ахлю сунна валь-джамаа, джамаа это что? Большая часть. И согласно тому, что говорит этот ученый, не мои слова. Не мои слова. Ученые, в данном случае, приводят Ихтисам, Ихтисам, Имам Ишат Иби, приводят кого? Абу Масуда Аля Ассари, Ибну Масуда, это сподвижник. Ихтисам, Ибну Али, это внук пророка Мохаммада. И так далее. Слова, что говорится, что ахлю сунна валь-джамаа, это кто? Большая часть. Мусульман. Это те убеждения, которые были, имеется ввиду, наших праведных предков.